Уважаемые жители Деденева, приглашаем вас на митинг, посвященный отключением горячей воды. В минувшее воскресенье в Деденево прошел митинг против отключения от горячего водоснабжения. На протестное мероприятие пришли несколько сотен местных жителей, уставших от конфликта между владельцами частной котельной и Деденевской управляющей компанией, в результате которого два последних года в поселке регулярно перекрывается горячая вода. Это далеко не самое первое народное собрание в Деденево, но, пожалуй, самое многочисленное за последнее время. У нас в поселке три котельные, и отсутствие горячего водоснабжения только в центральной части поселка. Это, если не ошибаюсь, 22 дома. То есть там на фабрике у них своя котельная, поселок фабрики, это находится за той стороной железной дороги. И микровон Канальский, это там где первый светофор, когда из Митрова едешь, у них своя котельная. То есть сколько людей без горячей воды? Ну, 22 дома, больших пятиэтажных дома и один девятиэтажный большой дом. Организаторы митинга накануне направили письмо на электронный адрес подмосковного губернатора. Однако не приехал ни глава региона, ни кто-либо из представителей областного правительства. Не было и съемочной группы телеканала «360 Подмосковья». На то на митинг Деденева приехали журналисты ВГТРК, ТВЦ и телеканала «Москва-24». Да, есть такая проблема. И как руководитель, я хочу сказать, что не справился с данной ситуацией, не смог победить, скажем так, одну нашу коммерческую организацию, гарантированную поставщика тепловой энергии. Ну, причины, сами понимаете, много довольно причин. Наша компания начала работу с минуса, с глубокого минуса. Были некие просчеты по организации этой компании и начало действия данной компании. Но, тем не менее, за полтора года мы пытались вывести компанию, пытались сделать некие действия. Но в результате того, что данная котельная, зао «Демс», скажем так, коммерческая, и не является муниципальным пользованием, поэтому постоянно возникают всевозможные причины. Администрацию Дмитровского района представлял замглавы района Константин Конышев. Он и объявил, что до 31 августа перед «Газпромом» будет погашен долг в 13 миллионов рублей. И с 1 сентября в Деденево будет работать Дмитровская управляющая компания. Когда мы в понедельник поняли, что управляющая компания Деденево не дадут, ни один банк не даст кредит, и фактически у управляющей компании нет финансовой возможности погасить существующую задолженность за тепловую энергию, заплатить Демсу, а Демс должен рассчитаться за газ, мы были вынуждены экстренно вмешаться. И фактически мы на пятницу, на середину дня имеем следующую ситуацию. Наша Дмитровская управляющая компания, которую мы планируем, что она будет управлять вот этой частью городского поселения Деденево, она, собственно, заключила договор-цессия с межрегионным газом Москва. Фактически эта управляющая компания взяла на себя вот эту задолженность, которую Демс забыла перед «Газпромом». И она эту задолженность до 31 августа погасит. Администрация и Сидоров, это два волка, и началась грызня, и которая идет по сей день. Вот у нас муниципальные две котельные, которые не имеют, значит, никаких причин отключения. А у нас без конца то Ванька дома, то Ваньки нет. Мы уже два года, третий год мучаемся с поставками горячей воды и отопления. Дмитровская управляющая компания возьмет на баланс все активы и пассивы предыдущей управляющей компании. А межрегион газ пообещал дмитровским властям, что в сентябре текущего года возобновит подачу газа в поселок. Долги перед газовиками и поставщиком тепла у местной управляющей компании, ее представляет Геннадий Митрошин, образовались, несмотря на то, что 95% деденецов регулярно оплачивают коммунальные услуги. И вскоре, скорее всего, правоохранительные органы заинтересуются предыдущей деятельностью МУП управляющая компания Деденева. У местных жителей вызывают вопросы и действия в сложившей ситуации главы ГП Деденева Светланы Тягачевой, кстати, не явившейся на протестный митинг. Есть несколько версий, по которой, собственно говоря, ее не будет. Значит, первая версия – это отпуск запланированный. Вторая версия – она находится в санатории на излечении. И третья версия – у нее была проведена какая-то жутко страшная операция. Собственно говоря, вот три версии, которые мы слышали от Совета депутатов и от администрации Деденева. Однако, чтобы вернуть горячую воду в Деденева, мало погасить многомиллионный долг перед газовиками. По словам представителей завода «Делнс», с которым относится отапливающая половина поселка Котельная, необходимо погасить долги местной управляющей компании в полном объеме, чтобы можно было, например, заплатить просроченную зарплату сотрудникам Котельной. Без получения своих денег за предыдущие месяцы работы сотрудники Котельной на свои рабочие места не выйдут. В общем, этот митинг так и не поставил точку в растянувшемся на два года коммунальном конфликте, а лишь обозначил начало его нового витка. Потому что задолбали уже. Очень примечательное выступление господина Митрошина, который сказал, не знаю, обратили вы на это внимание или нет, что он не смог победить за ОДЭМС. Вопрос. Он что, с нами борется, мы боксеры на ринге каком-то? Зачем нас побеждать? Мы пришли сюда работать. Мы модернизируем Котельную. Мы построили новую Котельную и запустим ее в этом году. Допотребляйте наше тепло, доплатите вовремя. Перечисляйте деньги населения, которое платит вам. А я знаю, что она платит 95%. Так почему же эти деньги вы не причисляете в ДЭМС? Кто, господин Митрошин, вам дал указание не платить эти деньги в ДЭМС? Почему до этого, когда мы управляли за ОДЭМС, мы всегда получали вовремя денежные средства? По окончанию митинга присутствующие на нем деденевцы подписались под резолюцией, одним из требований которой было переизбрание местного совета депутатов и главы городского поселения. Эту резолюцию организаторы митинга отправят в администрацию президента России, в правительство России, в губернатору Московской области и председателю МОСУ обл. дуба. Спасибо. Спасибо. Спасибо.